Олигарху Игоря Коломойскому могут сообщить о подозрении и экстрадиции, но только в том случае, если будет собрано достаточно оснований и доказательств. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. «Будут основания, будет достаточно собранных доказательств, мы это сделаем. На сегодня говорить, что что-то, кого-то, откуда-то нужно экстрадировать, не говоря даже об этих фамилиях, для этого должны быть основания», — сказал агент прокурор, отвечая на вопрос о возможном вручении подозрения Коломойскому. Она добавила, что закон должен быть один для всех, независим от фамилий. «Потому что мы с вами в уголовном процессе, и, конечно, вторая сторона всегда имеет право на защиту, и процесс будет публичным, об этом нужно также думать», — подчеркнула она. Как ранее сообщалось, стокгольмский арбитраж отказался удовлетворить иск против Украины, инициированный тремя кипрскими офшорными компаниями, связанными с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюсько. «Господа Коломойский и Боголюбов хотели взыскать с Украины более 6 млрд долларов США и обратились с соответствующим иском в стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал». Он отметил, что решение стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось. «На сегодня это случилось», — арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции, — заявил министр. Он поблагодарил членов команды Минюста, которые вели дело. Как сообщалось в 2015 году, кипрские офшорные компании «Лид Топ Энтерпрайзес Лимитед», «Бриджмонд Венчурс Лимитед» и «Бордо Менеджмент Лимитед», которые являются акционерами ПАО «Укрнафта» и обладают 40% акций компании, обратились в стокгольмский арбитраж с иском о взыскании с государства Украина более 6 млрд долларов и процентов, начисленных на эту сумму. Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в 1 млрд долларов бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала «Форбс Украина» по состоянию на мая 2020 года. По оценке журнала «Новое время» на конец октября того же года он с состоянием 1,18 млрд долларов занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны. Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств «Приватбанка». Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных именно территорией Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать около 70 млн долларов. Коломойский отрицал обвинение Минюста США в отмывании денег «Приватбанка». Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией «Евраз» из доходов других бизнесов, которые хранились в «Приватбанке», — говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали буквы. К концу года Минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в «Приватбанке» в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы. «Приватбанк», крупнейший коммерческий банк в Украине, был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн. С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года перед национализацией «Приватбанк» выдал 36 юрлицам кредитов на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. С того же года Украина судится с бывшими владельцами «Приватбанка», которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются. В декабре 2017 года «Приватбанк» подал в суд на своих бывших владельцев. ИСЦИ утверждали, что бизнесмены вывели из банка около 2 млрд долларов, проведя ряд незаконных операций. 19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова из шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.